Аминь и аминь. Вы можете присесть. Вы знаете, что прекрасно. Где из вас, кто будут со мной ехать в Израиль в следующем месяце? В следующем месяце у нас будет концерт в Иерусалиме. Вначале мы думали делать это море галереи, но не смог делать это в тот определенный день. Итак, мы будем делать это тогда в Иерусалиме. У нас есть экзамен. И сего Йом Таруа, и слово Таруа, это сколько звуков трубы. И само слово Таруа подразумевает, сколько именно звуков трубы. Сколько было три? Какого было один, а какого было девять, какого? Такие, Таруа — это один длинный звук трубы. Таруа — это девять звуков трубы. И что слово Таруа значит? Это значит «впрослуца» или «будельник», это или «война», именно то слово, как «взволновывающая», «тревога». И я хотел, чтобы все заметили слово Таруа. Итак, давайте посмотрим на Бытие 21 глава. Первый повтор стих. У нас определенные, это особенные чтения для Йом Таруа. Это не отрывок Таруа, но просто чтение и истории. Давайте посмотрим на Бытие 21, 1 по 2. «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сел Господь Саре, как говорил, «Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог». Во время. Итак, если вы знаете определенное время, это значит, что это... Это значит определенное установленное время. Это день праздника. Итак, каково было то время, определенное, установленное, в которое был рожден Исаак? Когда был Исаак рожден? Итак, все должны помнить. И все должны помнить, что Исаак родился на Пасху. Это показывает нам в Писаниях, когда мы смотрим, что это была Пасха, когда Бог сказал ему, и в день с того дня, или год с того дня, год позже, в Пасху, и что дал Лот ангелам, когда они пришли навесить его? Это не пресный хлеб. Итак, мы видим, что Исаак, который был прообраз Мессии, он родился в Пасху. И здесь мы имеем это удивительное, чудное рождение сына. Итак, Исаак был рожден во время полной луны Пасхи, и он был связан на Йом Тумаруа во время полной луны также, или Новолуния. Итак, во время новомесяча. Итак, вы должны видеть и знать, когда полная луна, или новая, как новомесяча. И давайте посмотрим бытие 21, 4 по 5. «И обрезал Авраам и Исаака, сына своего, в восьмой день». Ему было восемь дней возраста. Как заповедал ему Бог. На восьмой день они должны быть обрезаны, именно все мальчики. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. Итак, неинтересно ли это? Если Исаак родился во время, или в день Пасхи, Пасха непресной хлебы, как долго это? Это восемь дней. Пасха первый день, семь дней непресных хлебов. И также он был обрезан во восьмой день. И я хотел, чтобы вы увидели эти параллели здесь. И здесь написано, что Аврааму было сто лет, когда Исаак родился. Я думаю, это также удивительно. Сколько лет было Аврааму во время Пасхи? И давайте посмотрим Битя 21.6. И написано в следующих стихах, «И сказала Сара, смех сел мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». Итак, вот мы видим. У всех есть какое-то место смеха. И вот это было место смеха для Авраама и Сары. То, что Бог сказал, что у них будет ребенок. И слово «Найврите» для смеха. Это то, о чем она говорила. Это корневое слово. Это слово и трех букв. Это Сакхак. И отсюда именно и появляется имя Исаак. И само слово «смех». Это корневое слово имени Исаака. И так они назвали его «Смех». Вот что было имя Исаака. Потому что мы видели, что Авраам посмеялся, и Сара посмеялась, или рассмеялась. И они говорят, это настолько смешно. И мы просто смеялись. А почему они смеялись? И сколько лет было Саре? 90. Знаете ли вы, что слово для смеха начинается из Сали, который имеет номеровое число 90, а Куф — это 100. Это сколько лет было Аврааму. И так Бог берет 90-летнюю и 100-летнего и производит «хэт», и это жизнь. И именно об этом они смеялись. Только Бог может сделать это. И вот они смеются, потому что 100-летние и 90-летние вместе сходятся, и происходит жизнь. И слово «хэт» значит «жизнь». И как мы знаем, что есть Бог, без сомнения, когда мы видим все уникальные вещи, детали, математику, которые только Бог может сделать. И о бытие 21.14. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды. И говорит Агарий, «Иди и уходи своим сыном Измаилом». И что делает Авраам? Он встал рано утром и взял хлеба и мех воды. Есть два человека, Агарий и Измаил. Он дает один мех воды, дал хлеба и дал Агарий, положив ей на плечи. Может, это было много воды, не знаю, и отрока. И отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии. Теперь, одна из вещей, которая удивительна, Авраам, «У него было тысячу верблюдов, тысячу овец. Почему он только дал ей мех воды и кусок хлеба? Задумывались ли вы об этом?» Это удивительно. Со всем его богатством, почему он ей не дал больше? Почему он не дал ей... Почему он только дал ей булку хлеба и кувшин воды? Ну, смотрите, что происходит в Бытие 21, 16 по 17. «И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопли и плакала. И здесь она подняла свой голос и начала плакать. Но она не хочет, чтобы ее сын был с ней. Она хочет быть одной. И услышал Бог голос отрока. Здесь она возвысила свой голос, а Бог не слышит ее. Бог слышит только голос отрока. И ангелы Божьи с неба вызвал к Гарри и сказали, «Что с тобою, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Голос кого? Голос отрока». И здесь Агарь. Она просто плачет, рыдает о своем сыне. Воззывал отрока. И Господь говорит, «Слушай, все будет нормально». Итак, Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь. Что значит «Версавия»? Это значит «семь колодезей воды». И они были всегда там. Но она не имела открытые глаза, чтобы увидеть их. И как часто кто-то показывает нам то, что мы никогда раньше не видели. И вдруг, внезапно, мы видим это, и потом мы не можем больше не видеть. Но иногда это занимает... Нужно, чтобы кто-то другой показал нам, где находится. Кто из вас не находит что-то в своем холодильнике? Нам наши жены помогают найти. Итак, часто мы смотрим на... Кто из вас имел эти журналы, где надо было найти скрытые фотографии или картинки в большой одной картине? Итак, это настолько интересно. Итак, посмотрим бытие. Итак, она увидела колодезь с водой, и написано, что она пошла и напоила отрока. И Бог был с отроками, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделал себя стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И здесь пустыня Фаран. Итак, вот Вершива, Версави. Итак, он блуждал в пустыне Версави. Вы видите Мертвое море. Вы видите, где газ находится. Даже в сегодняшнем дне всегда стреляют на Версавию из газа, именно Хамас. Но если вы посмотрите, и вы увидите, где Мертвое море. И вот пустыня Фаран. Она на юг, больше на юг. И вот это Красное море. Итак, это пустыня Фаран. И здесь есть город Эллад, и это южная часть Израиля. И вот Тимна, это где Скиния, это где именно реплика Скини Моисеева находится. Я хотел, чтобы вы поняли и увидели, что это пустыня Фаран. И это где он находился. И возле этого. Боку есть Египет. И также она взяла ему жену из Египта. Давайте посмотрим Бытие 21, 27 по 34. «И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. Это филистимлянин, который живет в Газе. И они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму, «На что здесь и семь агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал, «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он семь мест в Версавии. Ибо тут оба они клялись и заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насидел Авраам при Версавии рощу. Насидел Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник немногим». Я был в Версавии, и я видел один из колодецей Авраама. Это археологическое раскопаемое. И давайте посмотрим Бития 22.1. Давайте, сперва я скажу следующее, что удивительно то, что на Рошашана мы читаем о чуде, о чудном рождении. о чудном рождении Исаака. И давайте посмотрим мы Бития 22.1. «И было после всех происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраама». Он сказал, «Вот я». Он сказал ему, «Я хочу, чтобы ты взял сына твоего, твоего возлюбленного, единственного сына». И Исаака пошел в землю Марая и принес его в жертву на одну из гор, о которой я дам тебе знать. Почему это это одно из мест Писаний сегодняшнего дня? Потому что это произошло сегодня. Это тот день. Вот почему это одно из мест Писаний, которые мы читаем, чтобы помнить, что это произошло сегодня. Это произошло на Рошашана. И давайте посмотрим Бития 22.4.5. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь, сослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Кто из вас видел фотографии Авраама, который должен прийти вот-вот в жертву Исаака? Исаак выглядит 10 лет, может, приблизительно этого возраста в этих картинках. А сколько лет было на самом деле Исааку? 37. Исааку было 37 лет. А сколько лет Аврааму, если Исааку 37? Ему 137. Итак, вы думаете, Исаак не мог убежать? Вы не думаете, он не смог бы просто быть сильнее, чем его отец? Это показывает нам, что Исаак готов был умереть, как прообраз Мессии. Итак, в Битии 22.14 написано, «И был овен, который запутался, и вот почему там в куще, и вот почему именно звучит звук трубы овна. Итак, нарек Авраам имя месту тому, Иогова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иоговы усмотрится». Итак, и это Явы Яре, или Яхова Яре, на горе Господней усмотрится. И это на горе Моряя, когда все было видно. Это где Божье присутствие находилось. И это место называлось Яхове Яре, когда Давид овладел Иерусалимом. Кто были владельцами? Это Явусей. Арнон и Явусей, это от кого он купил. Это гумно. Итак, где приготовляли пшеницу. Итак, когда он взял, купил это место, или овладел этим местом, и он начал думать, кто был царем. Кто был царем того места прежнего? Это Мелхизидек. Это Мелхизидек. Был назван царем Салима. И это было то место, или имя того места. И Давид думает, почтить не его Мелхизидека, и называть Салим, или почтить Авраама, и назвать Иерой. И он сказал Иерусалим. И это совместило оба эти слова вместе. И он почтил обоих людей, назвав Иерусалимом. Итак. И это интересно, что и эти стихи прочитываются на Роша Шана. И я упомянул это в прошлом вечере. Те из вас, кто были с нами в прошлом вечере, прошлым вечером, интересно то, что сегодня Роша Шана, новомесячие, это когда человечество было сотворено. Адам родился. Но из всего человечества Бог избрал Израиля как своего первенца, как первородного сына. И это почему? Это первый день гражданского календаря. Но Ниссан 1 это первый день религиозного календаря, потому что это почитает день рождения народа Израилева. И так, есть два календаря, потому что есть два больших начала, которые произошли. издали я велся мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоверение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена. Дева Израиль, вас снова будешь украшать тимпанами твоими и выходить в хороводе веселяющихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии виноградари, которые будут разводить их сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят. Итак, знаете ли вы, что слово на еврейском для стражи есть разные слова, но в этом это именно в этом случае. И это переводится как христиане. Итак, здесь будут христиане, которые будут стражами на горе Ефремовой, и они скажут, пойдем встать и взойдем на сион Господу Богу нашему. Итак, есть Хайовел, который имеет всяких волонтеров, которые эти люди, они являются волонтерами и добровольцами, чтобы собирать виноград. Итак, мы также будем там в следующем месяце. Ибо так, встаньте и взойдем на сион Господу Богу нашему. Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте пред главою народа. Провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вы должны помнить, что происходило во время Иеремии, как он писал, это уничтожение Иерусалима. Навагадоносор уничтожил, они сожгли храм. Они все из знаний, и Бог уверяет Иеремию, слушай, они возвратятся, все будет хорошо, купи этот участок земли от твоего дяди. И мы должны помнить, хотя мы проходим через трудные времена, бывает, помните, что это пройдет, это произошло, и оно пройдет, и даст Бог, пройдет. И то, что также еще прочитано сегодня, это Первое царство 1.1. Был один человек из Рома Фаима, Софима, с горы Ефремова, имя ему Елкана. Помните Елкана, сын Иерохама. И в третьем сии написано, и хотел этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Савофу в Силон. Это где находилась Скинина на протяжении 368 лет. Это где и был Самуэл. Это где Офни и Финиас также были, Офни и Финиас находились. И написано, там были или и два сына его, Офни и Финиас, священниками Господа. И на самом деле можно увидеть как бы подземную пещеру, где жил Илей. Когда мы будем там, мы увидим ее. И 1 царство 1.20. Через несколько времени зачала она и родила сына и дала ему имя Самуэл, ибо говорила она от Господа. «Я и спросила его». Задумайтесь, «Шама» слушай и повинуйся. «Эл» это Бог. Итак, она, потому что она была услышана Богом, Бог услышала и ответила, и она назвала его Самуэл, потому что «Я и спросила его» от Господа всегда говорится, что значит слово, когда вы прочитаете предложение после этого слова. И в этот день у нас еще одна история о удивительном рождении сына. Еще. Мы видим еще некто интересное. Кто помнит? Был ли Самуэл священником? Он не был священником. Он был из колена Венеминова, но он стал священником. А как кто-то не из радостовья Аарона становится священником? Все левиты не были священниками. Только один процент левитов были священники. Это были сыны Аарона. И он не был из колена Венемина. Он был с колена Левина, но он не был. Он не был сыном Аарона, и он не мог. Но он был с колена Левина. Помнит ли кто-либо кто его пра-пра-пра дедушка был? Если вы помните, у Леви было три сына Герсом, Кохат и Эмирари. Кохат имел кого? Амрам это был один из них, который был отцом Моисея. А кто кто был первый двородный брат Моисея? Это Кора. И все восстание Корея. Он хотел быть священником, а как левит он не мог быть священником, потому что он не был сыном Аарона, хотя он был и левит. И помните, земля раскрылась и проглотила Корея, а его жена и семья, они покинули Корея. И Самуил был одним из сынов Корея, который выжил. И они не могли иметь священства. Бог благословляет Самуила, который был сыном Левия, но не сыном Аарона, и он был напрямую родственником Корея. Не удивительно ли это? Это еще одно чудо. Написано, из-за колорий череса, и привели отрока к Илью, и сказала, «О, Господин мой, доживет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла, и молилась Господу, о чем дитя тебе? Молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него». Итак, вот она молится о сыне, о ребенке, и это было 4-5 лет назад, моя сестра и моя племянница, они были с нами там в Израиле, в поездке в Израиле, и она была жената, но она не могла иметь дитя, и мы помолились в Силоме, и в следующем году она забеременела. Еще одно чудо, 1-е царство 2-2 по 3, «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». И это они как бы благодарения Богу. «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Помните, «Йом Таруа», «Йом Кипур», Бог взвешивает все наши действия. 1-е царство 2-6 по 7 написано, «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Это все говорится «Йом Таруа». Неудивительно ли это? Давайте посмотрим Луки 1-й, 38-й по 40-й. «Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, добудет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Встал же Мария в Одессии с поспешностью. Пошла в Одногорную страну, в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. И мы будем также еще слышать еще одну историю чудного рождения еще одного сына. И Матвей 24-й. 30-й по 31-й стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою великою и пошлет ангелов своих с трубою громогласною и соберут избранных его от четырех ветров от край небес до края их. И это это Текия Хагадол это народ Шашана когда все святые будут собраны вместе. И давайте посмотрим Левит 23-я глава 23-й по 24-й стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи с нам Израилем в седьмой месяц в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труп, священное собрание». Я думаю, это удивительно, что Роша Шана именно падает на субботу и это воспоминание пусть будет это у вас день трубного звука. посмотрим числа 1, 29-й в седьмой месяц в первый день месяца будет у вас священное собрание. Никакой священной репетиции, можно даже сказать. Никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. Йом Таруа. трубный звук это Йом Таруа. И Йом Таруа это трубный звук. Это откуда и приходит день этого имени или имя этого дня. Некоторые говорят, это не в писаниях. Нет, оно написано в писаниях. Вот мы находим его. И Матвет 2,23 написано, «И придя, поселился в городе, называемом Назарет». Почему? «Да сбудется реченое через пророков, что он Назареем наречется». Посмотрим Исаа 11,1. Где, говорится в Новом Завете, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». И слово наеврития это «нецэ», что значит, откуда мы получаем слово «назарей». Итак, «назаре» значит город или поселение ветвей. И Дух премудрости почет на нем. Итак, эта отрасль это говорится о Ишуе, Мессии. Может, какой-либо христианин, спорят ли христиане о доктринах? Задумайтесь об этом тогда. Они все искали Мессию и все смотрели на ту же самую Библию. Они ищут Мессию, чтобы он вышел из Назарета, потому что его назовут Назаре. Но может ли что-либо прийти из Назарета? Итак, они смущены. И посмотрим ответ 2.14-15. Он встал, взял младенца и матерь его, но что-то говорится об Иосифе, и пошел в Египет, и там было до смерти Ирода, до забудется реченное Господом через пророка, который говорит, «из Египта возвал я сына моего». Итак, у них есть первая церковь Египта и первая церковь Назарета, и они спорят, пришел ли он из Египта, или... Посмотрим, откуда исходит это пророчество. Аусия 11.1. Назаре... Я любил его из Египта, вызвал сына моего. Это когда Исраиль был юн. Итак, был ли он из Назарета, был ли он египтянин, посмотрите в Теросконе 18.15. Пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет к тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Итак, они говорят, «Итак, это должен быть и Мессия. Итак, Мессия также должен быть и пророком, как и Моисей». А давайте посмотрим, что происходит. Иоанна 7.40-43. Многие из народа услышав все слова говорили, «Он точно пророк», а другие говорили, «Это Христос». И они говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова и из Вифлеема? Итак, они думали, будет ли это то же самое человек или две разных личности? А другие говорили, «Может ли, не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распростран Evetnerod и так Так, Мессия, должен ли он прийти из Назрета? Нет, он должен прийти из Вифлема. Нет, он приходит из Египта. Итак, есть три разных деноминации, которые спорят. Кто это должен быть? И давайте посмотрим, Михаил 5.2. И ты, Вифлем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одни вечных. И это показывает то, что Мессия является Богом. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлеме иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлем, земля иудина, ничем не меньше воеводства иудинок, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народом Израиля». Итак, можете ли вы представить, они все были правы. Они все были правы. Итак, есть три группы людей, которые смотрят. Они смотрят только на свое мнение, сосредоточены на своем мнении, не смотрят на другие мнения. И я верю, и то же самое происходит сегодня. Проблема с христианами и языческими... христианами и язычниками, это то, что «Я прав, ты не прав». Нет, я прав, а ты не прав. И они все смотрят на определенные места Писания, а не на общую картину. Может быть, все трое говорят правду. Мы должны выйти из коробки или смотреть вне коробки. Христиане должны посмотреть вне этой христианской коробочки, и тогда они поймут это иудейское мышление. Может ли это быть правда? Также, что будет больше, чем одна жатва, или больше, чем просто одно взятие. Мы уже знаем, что есть два, как бы, взятие или возь... Первое — это корни, а потом пшеница. А в этом случае плевелы будут взяты перечень пшеницы. Лично. У меня нет этой притчи здесь. Но он говорит, «Возьмите плевелы сперва и сожжите». А последний суд — это суд огнем. А потом говорит, «Заберете пшеницу и заберите их житницы мои». А где обочие житницы? Это на храмовой горе, на Гумне и в Усе. А куда идут плевелы? Я верю, что... Кто из вас верит в Захарий 4.14? Есть много гречек, которые проходят через коробки, которые входят в тысячелетнее царство, как и мы также. Знали ли вы об этом? Будет много христиан и неверующих, которые выжили, прожили через скольп, и они все равно в этом плоском теле, когда многие другие будут иметь новое тело, которое Мессия имеет. И это будет очень странно, как бы удивительно и по-иному. Но я хотел, чтобы вы задумались об этом. И в Откровении говорится о двух урожаях винограда. Пасха — это какая жатва? Это не очменя, а пятидесятница летом — это пшеница, а осенью — это жатва плодов фруктовых. Итак, в Втором Законе 8.8 говорится о семи... Это говорится о Шавауте и Пасхе. В седьмой месяц у нас есть фиги, гранаты, виноградные лозы и также оливки. И есть многие вещи, которые должны быть вбожнены или собраны. Итак, когда мы изучаем... Первое вино, а потом красное вино. Это при жатве винограда. А потом есть третий вид вина. Итак, говорится, что... И мы видим, что в этом восьмом стихе, восьмой главы, написано, что имна жатва будет в таком порядке, как и написано, где пшеница, потом ячмен, потом виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, и потом и сличные деревья и мед. Итак, интересно то, что о винограде... Смотрите, что здесь говорится. Чтобы было высшее качество винограда, Израиль... Те, кто делают вино в Израиле, они используют разные подходы для собрать урожая. И одно из этих, это вручную собирать. Как и ангелы будут выбирать самые лучшие... самые лучшие... самые лучшие винограды они оставляют, забирают или срывают с лозы, а тот виноград, который еще не созрел, они оставляют на лозах. И когда вы видите, первое, это Мессия на облаках, который заберет самые лучшие качества винограда, а потом... а потом следующий ангел забирает второе качество винограда. Может быть... я думаю, мы уже видим. И то, что я говорил, это следующее. В Захарии 14 мы знаем, что будут люди, которые выживут или доживут, но, может быть, они просто номинальные люди, или, может быть, они никогда не имели возможности. Итак, я верую. Будет вознесение. Эти злые люди будут взяты до этой битвы Армагедеона, а мы будем взяты на битву Армагедеона, и мы придем на коньях и в белых коньях и уничтожим всех злых, нечестивых. Так... И Бог возьмет и нечестивых, а также правдников. Но они пойдут на битву Армагедеона, они... они будут воевать там, а мы также будем взяты. И тогда и произойдет эта битва Армагедон. И также о праведниках. Я думаю, будет несколько взятей. Будет одно в начале, может быть, посредине, и, может быть, одно еще в конце. И некоторые спрашивают, а когда это произойдет? Ну, вы все правы. Опять. Это то же самое. Может быть, первое, белое, это праведность святых, а потом некоторые, которые пройдут до середины. И потом, в конце, многие люди столько спорят, и они спорят между собой, кто прав. Давайте будем смотреть вне, вне этой кобробки, если сказать, в переносном смысле. Давайте посмотрим еще. Может быть, все правы. Неудивительно ли это? Итак. Итак, давайте мы все встанем, и тогда мы возвратимся, и будем говорить о теологии замены или замещения, и как это влияет на наше библейское мышление. Наш Отец, наш Царь, мы благодарим Тебя, что есть столько здесь, в эту неделю, которые почитают Тебя, которые, которые отеляют этот день, как двойную субботу, не только седьмой день недели, но также... Это столько много вещей. Я благодарю Тебя за всех этих людей, которые здесь поместны, со всех Соединенных Штатов, со всего мира, которые хотят быть частью всего этого, что происходит. Они хотят быть светом народом. Отец, я благодарю Тебя за их. И, Отец, хотя это та неделя первых плодов, именно когда идет речь о осенних жатвах. Но я хотел бы тех, кто хотят отделить одну из тех десяти плазмений, и хотят взять и почтить Тебя, и осознать, что Ты их царь, Ты тот, кто заботится о них. И мы благодарим Тебя за все те пожертвования, которые приходят. Мы хотим быть тем светом, светом народом. Мы любим Тебя, Господи. И я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты прикоснулся к сердцам, прикоснулся к людям, чтобы Ты привел их ближе к себе, чтобы Твой яркий свет, который сияет через каждого из нас, был светом, который ярче, чем когда-либо раньше. Во имя Иешувы. Аминь. И перед тем, как мы скажем, благословение, есть одно то, что я забыл упомянуть. Я хотел бы поблагодарить народы со всего мира. Есть два человека из Арчинчины, два из Австралии, один из Канады, четыре в Германии, четыре в Объединенном Королевстве и 38 в Южной Африке. Аминь. Все вместе. Благословение, Господь наш Бог, Творец и Царь Вселенной, Ты благословен нас с Твоей торой правды, Ты благословен нас с Твоим полным советом Твоего живого слова, силой Духа Твоего Святого, через завершенную работу Мессии Иешуа, Ты един нас и делал посреди нас жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Идите на перерыв. Ты воистину свят, 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 свят Господи. И то, что удивительно, Ты просишь нас, Ты просишь нас, чтобы мы были святы, чтобы мы не любили мира, плоти, дьявола, идолов, но чтобы мы служили Тебе, всей душой, силой и разумением, всем тем, что мы имеем. Я благодарю Тебя за то, что Ты послал Иешуа, что Ты пришел. Ты великий пастух, и мы овцы Твоего пастбища. И сегодня мы хотим преподнести наших братьев и сестер, тех, кто имеет физические, эмоциональные, психологические нужды, какие бы это ни было. Мы хотим преподнести наших братьев и сестер, в Господе, которые нуждаются в прикосновении от Тебя. Исцели Твой народ, не только от физических ушибов и ранений. мы полагаемся, что Ты великий хирург, и Ты будешь исцелять людей, потому что ранами Твоими мы исцелились. Господи, мы также хотим преподнести тех, кто нуждаются в финансах. Многие люди, они не имеют дома, они бездомны, или, может быть, они не имеют машину, или нет у них еды за столом. И люди нуждаются в работах сейчас. Господи, Отец, мы просим Тебя за всех тех, кто имеет финансовые нужды, чтобы Ты как-то открыл окна небесные для них, и чтобы Ты принес финансы от неожиданных мест. Господи, я верю, это тот год, в который Ты бласовишь Твой народ. Бласови тех, кто смотрит по интернету, и со всех других стран, и со всех Соединенных Штатов. Отец, мы хотим преподнести нашу страну. Господи, мы в проблеме. И те страны со всего мира, которые смотрят, мы просим, чтобы Ты также преподнес, чтобы Вы молились о Ваших национальных лидерах. Господи, мы просим, чтобы Ты работал в сердцах всех лидеров. Будут ли это военные, политические, религиозные лидеры, чтобы они все работали для исполнения Твоей воли. Мы знаем, что воля Твоя будет исполнена, но мы просим обласовений, чтобы их лидеры следовали за Тобой. Мы хотим помлиться о народе Израилевом, и мы просим сейчас, Отец, чтобы Ты прикоснулся к их сердцам в это время, в эти 10 дней, изумления, чтобы Твое дитя Израиль возвратилось к Тебе всей душой, силой и разумением, и чтобы мы возвратились к Торе. Мы благодарим Тебя за народ Израилев. Во имя Иешуа. Аминь. Спасибо, вы можете присесть. Это удивительно. Получив это от людей, которые смотрят нас прямо сейчас, именно я получил этот отчет. 41 штатов. 41 штатов смотрят нас сейчас. Это удивительно, но не только это, но подождите, еще есть больше. у нас есть люди, которые смотрят нас по прямому эфиру из Канады, из Котландии, из Кеннии, из Найджерии, из Израиля. не только это, но и с Иерусалима, есть люди из Иерусалима. Это настолько невероятно. сегодня у меня есть сегодняшний день и следующий шаббат, чтобы закончить теологию замены. Именно это учение. Я буду учить, как теология замены повлиял на праздник с Кеннии, на праздник кущей. И в следующей неделе буду говорить о теологии замещений, когда шаббат был изменен на воскресенье, и многие из вас будут иметь хорошее библейское доказательство, почему шаббат это в день шаббата. Итак, давайте сейчас иметь здесь теология замены, или это превратило Ишуа из этого в это. И христиане думают, ну почему иудеи не распознают или не узнают его? Я не знаю, кто из вас был здесь, когда мы говорили об этом, но ранее католики и нравились такие картины. Это интересно. Кто из вас был на Роша Шана у нас уже не в прошлый вечер, в Urban Grace церкви, в той задней части, где у нас было маленький магазинчик, где вы могли приобрести вещи, у них были такие картины по всему месту, и было очень интересно. И то, что он делает в руке католики, хотят водворить все язычество, чтобы все чувствовали, как все чувствовали себя католикам, но все видят. Это и из буддистов, и из Кришни. И есть один миллион Кришна, и где-то 500 миллионов из буддизма. И это в 2000 году до рождения Христа с Кришной и с буддистами, это 500 лет до рождения Христа началось, и мы видим, это должно быть Иисус. Нету джей в еврейском, на греческом, даже нету джей в английском до 1600-х годах. Но вот что теология замены и замещения сделала. А что еще оно сделало? Обратило день рождения Мессии, который на праздник Кущей в октябре в Рождество. Итак, мы будем говорить об этом. Мы будем говорить о рождении Мессии, царь Мессия. И давайте мы начнем здесь, в маленьком городке в Вифлееме. Кто из вас слышал о Вифлееме? Кто из вас знает слово на иврите для Вифлеем? Это бейт леком. И что значит бейт леком? Дом хлеба. Бейт это дом. Мы знаем из буквы бейт леком это хлеб. И представьте это, хлеб жизни родился в доме хлеба. Какое совпадение? И мы будем говорить о рождении царя Мессии и то, как мы можем узнать. И я вырос католиком и я был католиком 19 лет. И учился, чтобы быть священником. и я ходил в воросковые классы, где только парни были. Я ушел с дома в 13 лет, потому что меня послали жить там в той школе. И там мы учились и жили в той школе. Я был 200 миль от дома. и я не мог идти ехать домой только кроме летом. И внезапно уезжать с дома, когда тебе 13 лет, это является травмой. А потом ты очень рад. И это семинария была подготовка, чтобы учиться на священника. И после того, как я закончил школу, я сказал, нет, я хочу жениться. И я пошел в католический колледж на протяжении года. И потом я чувствовал, нет, Бог хочет, чтобы я был в служении. И я знал монастыри и о монахах, и я думал, что я хочу быть монахом и быть в Гетсемине Кентаки. Можете ли вы представить, чтобы я никогда не говорил? я бы не смог выдержать. И то, что было интересно, они сказали, ну, ты идешь год в колледж, ты должен еще один год идти в колледж, а потом мы хотели, чтобы ты был с нами в Гетсемине. Я сказал, хорошо, но в то лето я был спасен, и Господь призвал меня в служение, но это не было в священном служении в католической церкви. Я не знаю, если я когда-либо рассказывал вам эту историю. Почему? Я чувствовал, что Бог призвал меня к священству. У вас есть секунда времени? Это удивительно. У меня есть маленький пауэрпойнт. Я просто скажу вам, я вырос в маленьком поселении 800 людей. В селе 800 людей все знают всех. И не только это. Это были хорошие католические семьи. В некоторых семьях было 18 детей. Почему у них было 18 детей? Были фермы, и они хотели бесплатный труд. Это всегда о деньгах, и мы не могли быть фермерами, потому что мой папа, он был инвалидом, и он стал считать счеты, он был, он вел счеты для фермеров. Итак, вы знаете, всех детей во всем городке, и у меня было пять старших сестер, два старших брата, и младший брат, и девять детей в семье. Представьте, мои мамы и папа, им было 30 лет, и у них было 9 детей меньше 13 возраста. Можете вблизать, 30 вам лет возраста, и 30 лет возраста, и у вас есть 9 детей, которые все моложе 13 лет. Итак, мой младший брат, который младше меня, он был новорожденный, а мне было 18 месяцев. У нее было три ребенка в дайперсах в то же самое время, но мой папа и в 1957 он ехал 60 мл в час ночью в 10 вечера, потому что не было спид-лимитов в то время также. И мой папа и я, мы врезаемся в зад этого трака, и вы просто стоите, и нет ничего впереди вас, только нет никакого двигателя впереди вас, и он врезается, его правая рука, которая держала его фемер, полностью, просто полностью разломалась трепест, и его фемер, также козь, разорбилась, его голова вышла через, он был в полном теле гипса, он был в полном гипсе тела в 30 лет, и так он был три года в этом полном гипсе, и так мама, у нее было девять детей, за которых она должна была ухаживать, у него не было иншуринса, папа не может работать, мама не может работать, мы как дети, мы не можем работать, нам всем до 13 лет, и у нас не было никакого заработка, посмотри на семья, если хочешь узнать, что такое бедность, посмотри в словарь, а в словаре скажут, посмотри на Билл с семью, и так, мой папа вышел из госпиталя, но никто не хотел нанимать его, потому что он был инвалидом, он старался продавать домы, но в нашем маленьком немецком доме, он продал черному человеку дом, и сказали нет, и они выгнали его, и потом он подал еврейскому человеку, они сказали нет, и они выгнали его, и так мой папа сказал, а что я могу делать? Итак, он считал потом таксы, потому что мама и папа не могли работать, и он был не полтора лет возраста, я ничего не знал, но как мы выживали на четыре года, это коробки вещей нам домой, когда моя сестра была в пятом классе, то она носила обувь для парней, потому что просто что досталось в этих коробках, то мы и брали, не было других вещей, и мой папа, который потерял кость, ему пришлось металлическую трубу поставить, и он должен был решить, если он не мог нег 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 он выбрал и так, взяли эту трубу, поставили ровно вниз, и он не мог никогда согнуть или сесть, потому что его нога как бы заклинила в этой позиции, и потом они постарались поставить он просил и так, потом у него нога была чуть-чуть короче, и потом ему сказали, можно они идут, они открывают его другую ногу, вырезают два инча кости, держат другую ногу, зашивают ее, и вместо того, чтобы другую, и потом, что случается, они вместо того, чтобы удлинить ту плохую ногу, берут хорошую ногу, и короче, делают ее на два инча, потом он падает, через несколько месяцев меняет, опять, ломает опять ту кость, на которой была, на которой была кость спойна, он потом ломает ее, опять приходится операция идти, и так, в то время, мои родители, они на небе, но я чувствовал, потому что мы никогда не могли иметь много внимания, и потому что я второй, самый младший, я думал, никто не любил меня, и я буду идти, есть червей, или что-то подобное, и я в восьмом классе, и я убегу, и я написал эту записку, и ставлю на моей кровете, никто не любит меня, я убегаю, я убегаю, четыре квартала от нас, есть большая лесная местность, и проходят поезда там, и там автотрасса там, и моя мама уехала куда-то, мой папа был дома, с моим братом, который в седьмом классе, на год младше, и моя сестра старше, она в подростковом классе, и только нас трое в доме, и наш папа, и так, что происходит, я убегаю, но оставляю записку, и моя сестра, они в десять часов вечера стараются найти меня, и у меня есть мой портфель, и мой спальный мешок, и я лежал там, где поезды проходили, я хотел быть как те, и я хотел запрыгнуть на другой поезд, который проходил, и просто уехать с дому, и знаете, если вы будете убегать, то вы будете возле речки, и так, я слышу, мой брат, и моя сестра, и они зовут меня, они говорят, где ты, скажи нам, я лежу с головой на подушке, вдруг, я слышу, я услышу, знаете, как у полиции, эти большие микрофоны, и это был голос моего папы, говорит, Марк, скажи детям, где ты есть, и я начинаю говорить, Бог, что я должен делать, должен ли я убежать, должен ли я возвратиться домой, я слышу, как мой брат и сестра, они зовут, я зову к Богу, я слышу этот громкий голос опять, который звучал, как голос моего отца, Марк, скажи детям, где ты, наконец-то, я говорю им, где я, и они прибегают, я спрашиваю, если они слышали тот голос, и был я в проблеме с папой, призвал ли он полицию, и теперь меня арестуют, но мой папа, он хромой, они сказали, нет, папа дома, он никогда не ходил, мы только двое, ищем тебя, я сказал, ну, слышали вы этот громкий голос, они сказали, нет, мы ничего не слышали, и потом внезапно, приходит молодой человек из леса, до нас, никто из нас никогда не видел его раньше, никто из нас не знал, кто он был, никто никогда не видел его вновь, он сказал, могу ли я помочь, и моя сестра говорит, ну, маленький брат убежал, он решил возвратиться домой, и этот человек, он сказал, молодец, он, дом он принадлежит, в десять часов ночи, в лесу, я почувствовал, что Бог призывал меня быть в служении из-за этого, но я думал, это быть священником, и вот почему я начал ходить в эту школу для священников, где подготавливали, но были некоторые вещи в моей жизни, когда я видел, слышал вещи, я не могу сказать, что это было, но это то, что мотивирует меня и помогает мне идти дальше, в Луки, первая глава, пятый стих написано, в одни Ирода, царя иудейского, был священник, был священник, а на английском написано, определенный священник, из авиевой череды, именем Захария, Аф отец, и мой отец, и жена его из рода Аарона во имя Елизавета. Итак, Аарон также поженился на женщины, которую звали Елизавета, но когда написано священное отделение авиевой, или священники щеды авиевой, так если вы знаете вашу Библию, если вы идете первая пара Липоминон, 24 глава, и смотрите на 7 по 18 стих, говорится о 24-х чередах священников, и кто был назначен над каждым курсом, над каждой чередой священников, и восьмая череда была дана к авиеву, а девятая была дана Ешуи, а восьмая череда это череда авиев. Итак, здесь написано, итак, можем ли мы определить, когда это происходило? Луки 1 глава 8 по 9 стих, однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для окождения. итак, и он перед Богом служил в очереде своей по священническому обычаю, и он на него выпал жребий, чтобы войти в храм и принести кождение. И 1 Паралимбинон написано, и вот распределение сыновей Ароновых, сыновья Арона, надав Абюта, Элизары и Ифамар, надав Абюта, умерли пред отца, прежде отца своего сыновей, же не было у них, и потом священствовали Элизары и Ифамар. И дальше написано, 8 было к Авию. И 19 стих, «Вот порядок их прислужений, и как им пригодить в Дом Господень по уставу их через Арон Аца, и как заповедовал Ему Господь Бог Израилев». Итак, все было сделано по череду. 1500 лет раньше, это был Моисей, 1000 лет раньше, это был Лавид, и так на протяжении 1000 лет, они исполняли свою череду. Итак, то, что многие христиане не знают, его жерей бы выпал, чтобы войти в храм и принести кождение. Это говорится о лотерее. Было сотни тысяч священников, а кождение было принесено три раза в день. Или вообще-то утром или вечером, скажем, два раза. Утром и вечером они должны были приносить кождение. Два раза в день, умножить на 365, это приблизительно 700, а есть 100 тысяч священников. Они все хотят приносить курение. И когда вы приносили кождение, вы могли только это делать раз в жизни. Вы уже больше не входили в лотерию, потому что это заняло сто лет со всеми священниками, чтобы принести это кождение. И вот, вы знаете, что он хотел принести кождение? Он играл в лотерею, лотерею. Видите, у них была лотерея каждый день. Кто приносил бы жертву к алтарю? Кто выиграл лотерею, чтобы приносить жертву? Кто выиграл лотерию, чтобы взять пепел от жертвы? Итак, это быть как на баскетбольной команде и сидеть на скамейке всю свою жизнь. Они хотят быть в игре. Итак, они все молились, чтобы не могли выиграть лотерию, особенно каждый день, потому что ты мог подойти к святому к святым. Это было номер одно самое лучшее. Итак, может быть, он думает, что он уже старый, должен скоро идти на пенсию, а он думает, Бог мне использует, но нет, Бог ожидает определенное время, чтобы исполнить. вашу молитву. Итак, когда начало религиозного цикла, это Ниссана первая, Ниссан один. Итак, Ниссан это приблизительно апрель. Давайте посмотрим в ваших конспектах. Второзаконие 16.16. Три раза в году весь мужеский пол должен являться перед лицом Господа Бога твоего на место, которое изберет он. В праздник опрестоков, в праздник седмиц, это Пятьдесятница или Шавот, и в праздник хущей или Скини, или Скиний. Итак, все должны быть там в три раза в году. Даже если были евреи в другой стране, вот почему в Деянии Апостолов были все евреи из этих стран, потому что они должны были быть там для Шаваот. и так. Итак, было 24 среды. Это 48. Итак, есть три недели для Пасхи, Пятьдесятницы, и так, все 24 курса, череды, они служили в одно время. Например, Иосиф Лави говорит, два вида людей были для Пасхи. Итак, говорится, что все люди собирались. Итак, первая череда, это будет первая неделя Ниссана. Вторая череда, это будет вторая неделя. Но Пасха, это следующая неделя. Итак, люди, которые служили во вторую неделю, должны были служить в третью неделю, потому что все должны быть там для Песах. И то же самое с третьей чередой. Третья череда также должна служить во время до недели, а также и третью череду. Некоторые из них должны служить дважды, две недели подряд. Если это было во время праздника, но не служили в неделю, а потом шесть месяцев спустя, они опять служили в неделю. Это как они исполняли свою череду. Итак, теперь, что идет после третьего курса? Или третьей черды? Это четвертая, четвертая череда, пятая, шестая, седьмая череда. И теперь мы проходим аж через месяц или до месяца мая. И это исчисление омера. Вот что происходит. Потому что от Пасхи до шава от или пятидесятницы при исчислении омера. и потом восьмая череда. Но что происходит, если вы служите в восьмой череде? Теперь шава от пятидесятницы, и все должны служить в восьмую череду. И потом девятое, да, видят ли все. восьмую череду. И вот Захарий служит в своей череде, и потом ангел Господень является к нему. И говорит, у тебя будет ребенок. Он говорит, но я должен пойти домой. Но не может идти домой еще, но он должен служить всю неделю шаваот. И потом он идет домой. и так вот он служит в восьмую череду и служит всю ту неделю. Потом все там для шаваот. Это толпа. И вот можете ли вы представить опять миллион людей там и каждая очереда служит. Давайте посмотрим теперь давайте посмотрим на наши конспекты. Посмотрим в луке первая глава 10 по 10 стих. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень стоя по правую сторону жертвенника кодильного. Потому что он делает это кождение. И греческое слово для множества это плетера. Это что-то значит очень много. Почему? Потому что это был шаваот. Когда вы поймете еврейский менталитет и вы не заменили с христианством, шаваот. И вы знаете череды. Вы знаете, что он служит в шаваот. Не понятно ли это, чтобы Господь сошел на шаваот. Именно это он сделал в исходу. Он сделал это на шаваот. И теперь посмотрим второе иконе 16-16 опять три раза в году весь мужеский пол должен являться предресса Господня. Вот почему место просто заполнено при этих трех праздниках. И потом Луки 1-23-24 написано, «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев». И говорила, «После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев». Итак, он должен служить вторую череду, а потом что мы видим? Он идет домой. И он говорит, «Будем иметь ребенка», говорит это Елизавете. Итак, Иоанн зачат здесь, и Йоканан, знаете ли то, что Йоканан значит? Я помогу вам. Что Канан значит? Владать, милость. Иоанн, это Йоканан, это Божья благодать. Когда вы говорите, «Иоанн, вы, может быть, не понимаете, или вы не видите, именно, что это значит?» Вот почему нужно смотреть на оригинальное слово. Итак, девятая череда, десятая череда, одиннадцатая череда. Итак, это же до середины ноября она пряталась, таилась, что она беременна. Ну, теперь она уже больше не может таить. И в шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Давайте посмотрим теперь, если пятый месяц ноябрь, а когда шестой месяц? Это декабрь. Итак, мы видим, Ханука происходит. это праздник света. Это когда радуха сперва также явилась в одни ноя, и Мессия был зачат в Хануку, потому что что мы видим здесь? Написано, Луки 1, 35-36, ангел сказал ей в ответу, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемая святой наречется Сына Божьим. Вот и Елизавета родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости свадей и уже шестой месяц. У нас есть еще одно чудное рождение или зачатие. Итак, как говорили Исаак, Самуил, здесь мы еще слышим об одном чудном рождении, и это шестой месяц, и это значит, это посреди декабря, когда зачат Мессия. Давайте посмотрим Луки 1, 56. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Почему она осталась три месяца? А что шесть месяцев плюс три месяца? как долго занимает чтобы иметь ребенка? Итак, она с ней пока не рождается Иоанн. Он рожден во время Пасхи. И многие евреи верят, что Илья придет в Пасху. И Иоанн был прообраз Ильи. Помните? И он родился в Пасху. Вот когда он родился. Итак, если шестой месяц для Иоанна в декабре, в 8 декабря, это когда Мария зачала, и вот это чаша Ильи, когда он рождается, а его в конце декабря, и у вас девять месяцев, когда? Это конец сентября, и это когда еще код происходит. Видите, как легко определить, что Мессия не родился посреди зимы, он родился в празднике Шикоут. Есть мессианские лидеры, которые говорят, которые думают, он родился в Пасху. Вы увидите что-то самое глупое, о котором я слышал, и я докажу вам. Вам почему? Я говорю вам, это настолько глупо, я не говорю об учителях, просто этой версии, которую они говорят. Давайте посмотрим. Написано в 2 главах 6 по 7 стих. Когда же они были там, наступило время родить ей, родила сына своего первица и спеленала его и положила его в язре, потому что не было и места в гостинице. Итак, спеленала его и положила его в язре, потому что не было и места в гостинице. А что происходит? Во время Шикоут есть 2 миллиона людей, которые там со всего места. Вот почему нету более места в отелях или в гостиницах. Было полно мест в гостиницах, если это было посреди зимы. Кто из вас отдыхает в Аляске во время зимы? А кто из вас идет в Хавайи во время зимы? И вы идете в Аляску во время летнего время? Глупо думать, что он родился в декабре и что гостиница полна. Никто не идет туда. И сам тот факт, что нет места в гостинице, доказывает, что это было в одно из праздников. Пасха, праздник Ушей, и мы с нами из 24 чередов, это должно было быть в празднике Шикоут, когда он родился. Итак, если бы являлись этой кущей, или щу, давайте посмотрим на следующее в Иерусалиме. Смотрите, все эти, они передвигают эти кущи, и они передвигают, или даже есть на верблюдах, в которых вы можете быть. Все в куще. Вот, это выглядит так. именно о пеленах, если вы помните, льняные одежды священников, они носили белые льняные одежды, и потом они не стирали одежду, когда их одежда были столь огрязнены кровью, кровь была над ними, потом они брали эти священные одежды, которые были загрязнены кровью, кровью животных, они реально резали их на куски, и потом использовали для фитилев, для больших этих свечей. Это потом становилось фитилем, но не так же это были большие корзины, и женщины брали эти но также женщины брали корзины с этими льняными кусками материи, и пеленали своих младенцев, и те пелены, в которых был вид Христос, оно было в крови тех животных, в тех священных одеждах, был вид, в которых приносили жертвы за грех, священниками. Посмотрим исход 15-2. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Итак, Он стал моим Ишуа, моим спасением. Ишуа где? Ишуа в Скинии праведных. Итак, вот, Скиния и Ишуа теперь Скинии святых. Это Псалом 118, которые поют каждый Ишуков на протяжении последних 3000 лет. Они поют эту песню Псалом 118. Итак, что происходит? Ишуа рождается, Иосиф и Мария, они слышат и они поют. Господь моя сила и моя песня, и Господь стал моим Ишуа, он мой Бог, и я буду готовить для него место обитания. И посмотрим в Салм 118, 24-25, «В сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный». И это не было для Ишуа, это было всего как бы Ишуа рождается, и они даже не осознают, и они поют Ишуа в Скинии праведных, и они даже не знают, что Ишуа в Скинии праведных в праздник кущей. Луки 2, глава 8, 50-й стих. Итак, всем повелено радоваться, и у них есть эти большие праздники для ликования, когда они празднуют рождение Мессии и не даже не осознают, что это его день рождения. Посмотрим Луки 2, глава 8, 11-й стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Где они были? Они были на поле, и они оставались там на поле, и которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг прислал Ангел Господень, и слава Господня сияла, и убоялись страхом великим, и сказал им, «Ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот почему Он повелел им радоваться, потому что какой-то день в будущем будет великая радость, потому что Мессия родится, и они говорят, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вам не повелено радоваться во время Пасхи, вам повелено радоваться во время праздника Кущей, потому что когда именно и рождается Мессия, и вот у нас есть овцы, а где пастухи? Они там. И холодно, вот почему нету в январе, в декабре, в феврале, пастухи не остаются на полях во время декабря, потому что тогда дождь и холодно, все овцы загнаны в стойло, и, если вы помните, они были в Назарете, и они пошли вниз к Вифлеему, а Вифлеем это несколько миль от Иерусалима, можете ли вы представить, 40 миль от Назарета к Иерусалиму? У них не было машин в то время. Это важно понять. Было бы хорошо, чтобы Мария, которая более 9 месяцев, которая беременна, чтобы она 40 миль ехала на верблюде во время снега и дождя и мороза. Во время праздника кучей были большие карваны, и тысячи людей идут в храм. Итак, она просто вместе с ними соединяется, и они все идут вместе в группу. Это не просто как будто она, Иосиф, одна едет на острике, или на верблюде, или на лошади. И на самом деле вот фотография Иерусалима зимой. Вот. Бог не будет иметь Мариам посреди зимы, чтобы она ездила на верблюде. Это Бог так не работает. Это еще одно доказательство, что это не произошло во время Рождества. Иоанна 1.14. И Слово стало плотью и что? Обитало. Обитало во время праздника кущей. А какое понятие? Полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу Его Единородного от Отца. И что мы видим? Слово стало плотью Иоанна 1 главе и обитало посреди нас. И Он как бы пребывал как в скине посреди нас. Итак, Луки 2 глава 13 и внезапно явилась с Ангелой. Многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Богу Вышник. И представьте, они вот у нас есть на Среднем Востоке не было не так много света, если смотрите спутника, а в те времена, 2000 лет назад, вообще не было света. И Ангелы, они говорят, слава Богу Вышник. На земле добрая воля к людям. Это никогда не произошло в Фанску или в Рождество. Это только произошло во время праздника кущей. И вот что удивительно. Я хотел, чтобы вы подумали об этом. Смотрите Луки 2.21 «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя, что? Иисус. А когда дают детям их имена, это восьмой день. Итак, он обрезан во восьмой день, это тот день, когда он получает свое имя, и он назван Ешуэ, что значит спасение. И это было дано ангелам, прежде чем как он был зачат во чреве. Итак, что происходит? Задумайтесь об этом. Он обрезан в восьмой день. Если он родился в праздник Шукоут, то это восемь дней спустя, это Шимими. Это восьмой день праздника кущей. И где он, где когда он обрезан, он в храме, проливая свою кровь, подтверждая свой завет Аврааму в восьмой день. И посмотрим Луки 2 глава 22 по 24 стих И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, перенесли его в Иерусалим. Итак, что они делали в то время? Они следовали исполняли Тору. Перенесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола развязающий ложец нам было посвящено Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Знаете ли вы, что это правда, но это не полная правда. Где вы, думаете, найдете полную правду? Идя в Тору и смотря на Тору. Итак, посмотрим Левит, 12 глава, 6 по 8 стих. По окачании и дне очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего анца во всесожжение и молодого голубя или королицу в жертву за грех ко входу с Кенни собрания к священнику. Но если они бедны, если они настолько бедны, если же она не в состоянии принести анцу, то пусть возьмет двух королиц или двух молодых голубей одного во всесожжение и другого в жертву за грех и очистит ее священник и она будет чиста. Итак, что они должны были приносить? Но они не могли себе позволить купить анца. Итак, три мудреца еще не пришли с деньгами и с и что мы еще видим? Они были бедными. Они хотели иметь анца однолетнего. Они имели анца Божьего. Они и них был агнец Божий. Они не нуждались в анце. Не удивительно ли это? Теперь опять Левит 23 33 Я быстро подмечу некоторые вещи. Господь сказал Моисей и сказал Господь Моисей и говори скажи Санам Израилевым с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущей. Семь дней Господу этот праздник пятнадцатый день седьмого месяца это Тишри. А что еще происходит в пятнадцатый день любого месяца? Это полная луна полнолуния. Итак он был рожден во время полнолуния посреди дня. и посмотрим в Традосконе 16 13 по 15 праздник Кущей совершай у себя семь дней а день с Господом как тысячи лет и семь тысяч лет мы обитаем в этих временных жилищах или кущах когда уберешь из гумна твоего и источила твоего и веселись это повеление Бог повелевает тебе веселиться можешь ли ты представить себе это если ты в депрессии то это трудно ты должен радоваться потому что мой сын будет рожден и мы будем иметь праздник и я хочу чтобы все ликовали праздник твой ты и сын твой и дочь твой и раб твой и раба твой и левит и пришелец и сорота и вдова которые в жилищах твоих семь не празднуй Господа Бога твоему на месте который изберет Господь Бог твой и благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих и ты будешь только веселиться можешь ли ты представить повеление заповедь чтобы веселиться только веселиться на протяжении семи дней для некоторых людей это может быть очень тяжело муки 23-40 в первый день возьмите себе ветви красивых дерев ветви пальмовые и ветви дерев широко лиственных и верборечных и веселиться пред Господом Богом твоим вашим семь дней это лиловс и эджракс которые мы заказали для тех кто хотят и они скоро будут оставлены давайте посмотрим ливи 23-41 и празднуйте этот праздник Господним семь дней в году это постановление вечно в роды ваши в седьмой месяц празднуйте его в кущах ваших семь дней живите семь дней всякий туземец израильтянин должен жить в кущах чтобы знали роды ваши что в кущах поселил я сыновь Израиль когда вывел их земли гипска и Господь Бог ваш и объявил Моисея сынам Израиль о праздниках Господней я буду больше учить об этом в праздник еще код через несколько недель Захария 14 помните заметьте три раза написал когда они должны обитать в кущах итак Захария 14 но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима и собрано будет обгадство всех окрестных народов золото, серебро и одежды во великом множестве почему если вы помните они во время Пасхи они они взяли и опустошили египтян и все народы будут имущество приносить будет такое же поражение и коней и лошаков и верблюдов и всякого скота какой будет в восстанах у них и затем все остальные и всех народов приходивших против Иерусалима вот люди которые выживут великую скорбь которые придут против Иерусалима будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саволфу и для празднования праздника кущей и будет если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саволфу то не будет дождя у них и если племя египетское не поднимется в путь и не придет то и у него не будет дождя и постигнет его поражение каким поразит Господь народы не пригодяще праздновать праздник кущей праздник кущей вот что будет за грех Египта из-за грех всех народов которые не придут праздновать праздник кущей и так поняли ли мы что мы должны исполнять праздник кущей три раза и только мы можем делать то что мы можем делать и так мы делаем то что мы можем делать как воспоминание и как напоминание того о чем этот праздник читать о том как ехать на велосипеде это не поможет изучать праздники не поможет мы должны исполнять праздники потом мы на самом деле Начинаем понимать, что они значат. 2 Петра 1, 16. «Ибо мы возвестили вам силы и верешествия Господня нашего Иисуса Христа нехитро сплетенными бастиям последуя, но быв очевидцами Его величия». Итак, Петр говорит Иешуе во время Переображения, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Масею одну, и одну Ильи». Итак, в иных словах, это три кущи. Петр видел, что Его пришествие придет в праздник кущей, вот почему он хочет устроить три кущи. Все эти осенние праздники будут исполнены осенью, и устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как Я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Итак, Откровение 21, 1 по 4, что мы видим? «И увидел Я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и Я, и Он увидел святые города Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста украшенная для мужа своего, и услышал Я громкий голос неба, говорящий, «Се скини о Бога с человеком, и Он будет обитать с ними». Итак, Мишу будет с нами здесь во время праздника кущей, и Он будет с нами на протяжении тысячи лет. И числа 29, 12 по 13, в пятнадцатый день седьмого месяца, и дальше написано, «Должны приносить 13 тельцов». Почему 13 тельцов? Почему в первый день они должны принести 13 тельцов? И к седьмому дню они принесут 70 тельцов, потому что 13, потом 12, 10, 8. И Ям Кипор — это только для народа Израильева. Они очищали себя, и пять дней спустя в Праздничею Коута они имели эту жертву, как бы, оправдание за 70 других стран. Итак, Праздничею Коута — это все о народах. Израиль, как священнический народ в этом мире, он приносит жертву, умилостивление за другие народы. Итак, если только народы знали, что Бог делал для них во время Праздничею Коута, они бы никогда не уничтожали, они бы никогда не послали своей армии, чтобы уничтожать. Но Бог... Дьявол делает так, чтобы они ненавидели и хотели уничтожить то, что на самом деле нам во благо. Итак, Праздник в храме более двух миллионов людей в Иерусалиме. И те, кто приходят туда, они пришли туда, чтобы радоваться. Итак, сосредоточенность была на возлиянии воды. В храме была эта большая женская часть, и большие эти свечи — это когда священники поднимались на лестницах и заливали масло, и потом эти священные одежды, они разрезали фитиль и делали фитиля. Итак, и женщины были на балконе, а мужчины были снизу, и два священника приходили, и они трубили трубой. И всю ночь происходило это происшествие, и было миллион людей, и они строили эти кущи везде по Иерусалиму, аж до Вифлема у них были. Все должны были быть в куще. Посмотрим, Исход 15.2. Написано, «Господь, сила моя и песня, и Он стал моим спасением». Это песня при море, когда они перешли в море. И что мы находим в Солом 118, 14 стих? Это халял — то, что пели. Это имеет тот же самый стих. «Господь, сила и песня, и Он стал моим спасением». И что мы видим? В ту неделю они не только пели 118-й псалом, они также пели. Исайя 12.2. Почему? Потому что Исайя 12.2 — это единственное другое место, где написано, «Вот Бог, мое спасение, я буду полагаться, я не буду бояться, потому что Бог, Господь, моя сила, моя песня, и Он стал моим Иешуа». И что происходит? Это происходит в праздник кущей. Бог стал их ним Иешуа. И что мы еще видим в следующей стихе? «Посему с радостью ты будешь почерпать воду из колодезев спасения». Или Иешуа. И вот почему Иоанна 7-я глава, когда они все пели. Они пели. Вот что они пели. И минуту, когда они сказали, «С радостью ты почерпаешь воду из колодезев спасения». Это когда Иешуа прервал это служение. Сказал, «Вот, как говорят Писания, кто придет ко мне, из чресла его потекут реки воды живой». Это в праздник Шукоус, когда они пели, это когда Бог, и Иисус прервает их, и она 7-я глава. Именно это не поют. Почему это? Это столь великолепно и удивительно, уникально, потому что смотрите на последний стих, там всего лишь 6 стихов. В праздник кущей. Возовите, воскликните поселенности Сиона, «Ибо посреди вас святый Израильев». Он разделся в праздник Шукоуч, и теперь он свидетельствует, и он прервает их хвалебное служение и говорит, «Придите ко мне, а теперь должны закончить песню». Возовите посреди вас святый Израильев. Если вы не знаете эти еврейские корни, вы никогда не увидите все это. Но есть еще большее. Я буду учить в праздник Шукоуч. Итак, они делают это. Они радуются, ликуют в живой Торе. Вот почему он не мог быть рожден в праздник Пасхи. Давайте посмотрим на следующее. Следующим я хотел бы закончить. Сколько лет в Шмита цикле? Я хотел, чтобы вы все по интернету смотрящие нас заметили это. Поставьте это в свои конспекты, потому что это написано в ваших аспектах. Есть 7 лет в Шмита цикле. Итак, у меня есть здесь 1911, 12, 13, 14, 15, 1917 год. Это был Шмита год. И теперь, первое, люди используют это, но есть большая проблема с этим. Некоторые будут говорить, 1917 год, это был юбилейный год. и также 1967 год, который 50 лет спустя, потому что 1917 год, это первое, первое, второе мировое война, Юриселим оккупирован потом еще один раз, и не говорят, это должен быть юбилейный год. Нет. Совсем неправильно. Смотря на Шмита года, все знают, 2001 год, это был Шмита год, но вот что проблема с этим календарем. кто из вас знает, что Бог не использует наши грегорианские языческие календарь, или если вы скажете, 2001 год, это Шмита год, вы должны спросить себя, ну, были это первые 9 месяцев или последние 3 месяца в 2001 года, потому что библейский год начинается в Роша Шана, это сентябрь-октябрь. Итак, 2001 год в каком-то смысле не может быть Шмита годом, потому что вы не определили его. Это первая часть 2001 года или последняя часть 2001 года, и так любой, кто дает вам календарь или дату основанную на наших годах, они не знают, о чем говорят, потому что нужно использовать Божий календарь. представим, мы используем этот календарь, потому что люди используют это. 2001 год, люди осознают, что это Шмита год, и 2008, и 2015, и 2022 год, это был Шмита год, и все верят, что это был Шмита год, и как мы знаем, что это был Шмита год на библейском календаре, мы теперь вошли в 57-84 год, а этот прошедший год был 57-83, год перед этим, 57-82, и мы знаем, 57-82 был Шмита год, потому что 57-82 можно разделить на 7, и все они делают это сильно затрудненным, и так же мы знаем, 57-82, это был 49-й год, и 7-7, потому что это также поделимо по 7, и так, 57-82 поделимо на 49-ю, и так, следующий год, это юбилейный год, и так, это значит, мы только что кончили юбилейный год 57-83, и мы теперь входим в 57-84, теперь, все следует, я надеюсь, есть люди, пророческие люди, в мессианском мире, которые говорят, что 1917-й год был юбилейный год, 67-й был юбилейный год, и так, 2017-й должен быть юбилейным годом, это неправильно, просто потому, что они 50 лет между друг другом, если вы были шенат 50 лет, значит, лето, ваш первый год был юбилейным годом, и последний год был годом юбилейным, нет, это значит, просто 50 лет прошло, причина, почему 2017-й не может быть юбилейным годом, потому что это второй год шмидта цикла, как юбилейный год быть посреди шмидта цикла, он должен быть посреди шмидта цикла следующего года, это первый год шмидта цикла, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, что 7 у 7? 49, это значит, следующий год, это юбилейный год, так, никаких из этих шмидта годов могут быть юбилейным годом, потому что это седьмой год, это должно быть после шмидта цикла, это 50-й год, 50, это неумножимо, неумножимо, не можно поделить на 7 равно, итак, 7-7, 7-7, а потом следующий год, это юбилейный год, а юбилейный год, это первый год нового цикла, итак, 2023 год, который мы только что покинули, это был 50-й год, после того, как сделали 7, у 7, это 49, и потом 50-й год, это первый год следующего цикла, как и суббота, не можно прибавить, как воскресенье, первый день недели, это также восьмой день недели, исследуете ли вы мои мысли, итак, юбилейный год, это никогда не был отдельный год, это всегда юбилейный год, итак, и юбилейные года, они не могут быть в седьмом году, я хотел бы высветить таблицу, чтобы вы видели, почему юбилейный год, и когда мог быть 1917, это все о математике, как юбилейный год мог быть второй год, Шмита цикла, не может, итак, 2017, 1917 не могли быть юбилейными годами, они не основаны на календаре с января по январь, как Шмита год мог быть также юбилейным годом, итак, у меня столько много библейских причин, но я дам вам еще одну причину, сколько лет он служил, три с половиной, и посмотрите на следующие, три с половиной года служил, написано, Иисус сам начал служение в тридцать лет, как предполагалось сыном Иосифовым, то есть сыном Хилла, итак, если он служил три с половиной года, ему было тридцать лет, когда он начал служить, это значит, он начал служить при своем тридцатом дне рождения, и он начал первого лол, сорок дней он был в пустыне, и он выходит на Йом-Кипур, итак, если он начал, итак, есть первая пасхо, вторая, третья, и полгода спустя, это значит, он умирает на Шикоуте, нет, так не работает, но, если он родился в праздник Шикоуте, и начал свое служение в праздник Шикоуте, и он служит три с половиной года, он теперь умирает во время Пасхи, понятно ли это, вот почему я говорю, настолько проще просто понять, что он родился не на Пасху, как некоторые известные люди говорят, он родился в празднике Шикоуте, сказав это, давайте мы встанем, и в следующей неделе я буду говорить о телогозамещении по отношению Шаббат, извините, чуть-чуть замедлил, наш отец, наш царь, мы благодарим тебя за твою Тору и изучение света Торы, Новый Завет, Новый Завет в свете Первого Завета, мы видим разные вещи, которые мы должны соединить в точки, Господи, помоги нам соединить все эти точки, и опять, я благодарю тебя за всех тех людей, которые помогают распространять свет твоей Торы и всем народам земли, твоя Тора, она все равно приемлема, она, и мы благодарим тебя за твои законы, мы не этим бояться твоих законы, и мы знаем, что они добры, и вот почему, Даша, в священном благосовении, ты не только учишь благосоверить нас, ты желаешь начертать на нас свое имя, как и ты сказал, Моисею сказать, Аарону, Исаа Адонай, Панави, Лакави, Лакави,